Всемирный фестиваль молодежи соберет в Сочи и студентов и ветеранов, то есть тех, кто участвовал еще в московском фестивале 1985 года. И по количеству участников опередит даже зимнюю сочинскую олимпиаду. На ней для сравнения было 5000 участников. На фестиваль прибудут 20 тысяч. Половина – это российская делегация, молодежные лидеры и лауреаты всевозможных конкурсов и олимпиад. Сочи выбран просто потому, что сегодня Сочи один из наиболее подходящих городов для проведения подобного мероприятия. Это ни для кого не секрет. Есть готовая инфраструктура. Та же самая Москва, как вы прекрасно понимаете, сейчас при подготовке такого мероприятия просто бы захлебнулась. Главная цель фестиваля – подружить перспективную молодежь из разных стран. Для этого запланирована масса мероприятий. Ввиду обеспечения безопасности вход в Олимпийский парк будет ограничен. Тем не менее, участники посетят многочисленные городские объекты. Не останутся в стороне от праздника и жители курорта. Администрация города Сочи будет проводить 14 октября этого года мероприятие. Называется «Город встречает фестиваль». Оно будет проходить на Южном Малу в центре города Сочи. Это будет концертная программа, концертно-развлекательная программа. С участием творческих коллективов Краснодарского края, города Сочи. Какое наследие останется Сочи от фестиваля молодежи, сейчас решают в организационном комитете. Одна из идей – озвучить знаменитые часы на сочинском вокзале, чтобы каждый час звучал отрывок из международного гимна демократической молодежи. Это официальный гимн фестиваля. Извините. 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 Извините.